Добрый день, НРБК региональные новости. Мы вещаем из-за того же этого глаза в студии Маркарита Кафар. В Башкортостане на данный момент строят 315 многоквартирных домов на почти 3 миллиона квадратных метров. Текущие данные озвучил на совещании с членами правительства и главами районов и городов премьер-министр Андрей Назаров. По его словам, согласно национальным целям развития страны, установленным президентом, к 2030 году необходимо довести показатель до 33 квадратных метров жилья на одного гражданина, а к 2036 увеличить эту цифру до 38 квадратов. При этом стоит задача ликвидировать аварийный фонд и сделать жилье более доступным, в том числе за счет льготных, ипотечных и иных программ. Андрей Назаров констатировал отставание по строительству в регионе. В Минстрое пояснили, что основными причинами такой ситуации является высокая база прошлых лет и неконкурентная ставка по проектному финансированию для застройщиков. Также быстрыми темпами растут цены на стройматериалы. В связи с изменением льготного ипотечного кредитования, здесь эта ситуация может нарастать. Поэтому нужно другими мерами поддержки застройщиков, в целом строительству жилья, компенсировать эту проблему. Поэтому надо здесь внимательно проанализировать, какие еще дополнительные шаги требуются для того, чтобы наращивать объемы жилья. Чтобы сократить сроки строительства, Андрей Назаров поручил ускорить предоставление разрешений и оформление документов, а также избавиться от волокиты при решении этих вопросов. Кроме того, затронули тему комплексного развития территорий, в котором участвуют девелоперы. Так стоит задача с этого года по 2038 построить более 1 миллиона 700 тысяч квадратных метров жилья в рамках этого механизма. В Башкортостане мошенники рассылают сообщения школьникам от лица экс-главы Миноборнауки Айбулата Хажина. Об этом сообщили в пресс-службе Госсобрания Республики. Накануне выпускникам уфимских школ начали поступать сообщения в мессенджере Телеграм. Под видом Айбулата Хажина, который сейчас возглавляет комитет в парламенте, аферисты требуют от школьников заплатить 5000 рублей штрафа. В сообщениях экс-министр образования Республики представлен как председатель комиссии по ОГЭ. В них говорится, что учащиеся были замечены за списыванием, их работы аннулируют, поэтому необходимо заплатить якобы административный штраф. Я официально заявляю, что данная информация не имеет никакого отношения к реальности. Я не являюсь председателем комиссии по ОГЭ и никаких штрафов таким образом не взыскиваются. Это однозначно исключено. Прошу быть бдительными и не поддаваться на провокации и уловки мошенников. Напомню, в этом году около 46 тысяч школьников сдают ОГЭ по всей республике. В целом по стране в экзаменах принимает участие почти 1 миллион 600 тысяч выпускников. В Башкортостане 36 начинающих предпринимателей выиграли конкурс на гранты Агро Стартап. Их выбрали из 172 заявителей, сообщили в Минсельхозе Республики. Среди победителей больше всего проектов по мясному скотоводству, их 14. Есть те, кто планирует развивать коневодство, молочное скотоводство, рыбоводство. Они получат от 1,5 до 7 миллионов рублей. Общий объем господдержки составит 149 миллионов рублей, что в полтора раза больше прошлогоднего показателя. В 2023 году обладателями гранта Агро Стартап стали 24 человека. Они уже запустили свое дело. Так, предприниматель из Болтачевского района Ильдар Сахипов в прошлом году получил 4 миллиона рублей гранта и уже вложил около 8 миллионов рублей собственных средств в развитие хозяйства по выращиванию ягод. До этого у семьи уже был опыт предпринимательской деятельности в этом направлении, а господдержка помогла масштабировать проект. На эти деньги мы приобрели посадочный материал, малину и трактор, сельхозтрактор МТЗ-82 с навесным оборудованием. Как прознали, то что у нас объемы увеличились, поступают сейчас звонки из больших городов на оптовые партии. Уже я надеюсь, что проблем с реализацией не будет. По поводу переработки тоже мы планируем. В этом году хотим закупить линию по розливу джема. Это уже для таких более промышленных масштабов. Размер грантов по программе «Агростартап» для проектов по разведению крупного рогатого скота, мясного или молочного направления составляет до 7 миллионов рублей, по другим направлениям – до 5 миллионов. Основное условие – софинансирование проекта претендентам не менее 10% от затрат. 1 миллиард 600 миллионов рублей составил совокупный объем деятельности Башпотребсоюза за первый квартал года. В рейтинге Центра Союза России объединение занимает шестое место, поднявшись с восьмого в прошлом году, сообщили в Минторге. Сумма инвестиций достигла без малого 69 миллионов. Это вдвое больше, чем в январе-марте прошлого года, учитывая, что 2023-й стал рекордным в плане вложений для коопераций. Для сравнения, в 2020 году объем составил 168 миллионов рублей, и в 2023-м уже 285 миллионов. Предприятие потребительской кооперации выполняет социальную задачу по обеспечению граждан торговыми объектами в труднодоступных и малочисленных населенных пунктах, где отсутствуют другие торговые компании. Для сохранения и увеличения охвата всех населенных пунктов потребуется организация мобильной торговли посредством автолавок. Проведен анализ потребностей в автолавках и разработан соответствующий порядок субсидирования затрат на приобретение специального автотранспорта для организации потребительской кооперации. Алексей Гусев также привел в пример опыт соседних регионов по организации торговли в отдаленных деревнях. Помимо предоставления субсидий на покупку автолавок, там себя хорошо зарекомендовало возмещение части расходов на горюче-смазочные материалы. Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг Вашнефти на уровне ААА с прогнозом «стабильный». В агентстве отметили, что он во многом определяется соответствующим рейтингом контролирующего акционера компании «Роснефть». Оценку собственной кредитоспособности регионального нефтяника эксперт РА объясняет прочными рыночными и конкурентными позициями, высокой рентабельностью, низкими показателями долговой нагрузки, комфортной ликвидностью. Агентство полагает, что ограничения в рамках соглашения ОПЕК-плюс продолжат оказывать сдерживающее влияние на маржинальность компании в ближайшие два года. Однако, учитывая наличие премиальных каналов сбыта нефти в восточном направлении, эксперты ожидают сохранения высокой рентабельности. К слову, «Башнефть» в очередной раз повысила цены на бензин. На АЗС компании «Литр АИ-100» стоит 65 рублей 65 копеек. Это плюс 30 копеек. Остальные марки бензина подорожали на 20 копеек. АИ-95 «Атом» по цене 54 рубля 40 копеек. АИ-92 49-40. АИ-92 «Атом» стоит 50,5 рублей. Дизельное топливо 62 рубля 30 копеек. Ну и в завершении выпуска информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Юань, доллары и евро показали отрицательную динамику. Китайская валюта опустилась на 10 копеек до 12 рублей 30 копеек. Американская на 82 копейки, курс 89-38. Европейская подешевела на 92 копейки, курс 96-87. И лучшие обменные курсы к этому часу. Покупка юаня в банке «Новиком» за 12,65. Продажа в банке «ФК Открытия» за 12,60. Лучшие предложения по покупке доллара в «Промтрансбанке» за 89,75 рубля. Продажа в «Совкомбанке» за 90,90 рубля. По покупке евро в «Совкомбанке» за 98,55. И продажа в банке «Финнам» за 99,85. У меня все новости к этому часу. Оставайтесь с нами. Пока все хорошо.